Международные спортивные чиновники ведут себя порой как черные копатели, которые губят историю. А вот сотрудники Кубанского ФСБ спасли историю, буквально вырвав из рук реальных черных копателей артефакты. У музея имени Фелицина появились новые экспонаты. Дарья Безинская сегодня в числе первых увидела предметы, которые едва не ушли в небытие, и готова о них рассказать. К новым экспонатам музея имени Фелицина не протолкнуться. Набежали и журналисты, и посетители. Под стеклом уникальные артефакты, которые едва не канули в лету. Этим наконечником стрел приблизительно три тысячи лет. А вот чайник родом из Средневековья. Неплохо выглядит для своих лет, говорят эксперты. Предметов тут интересных достаточно много. Это вот, например, ключик от шкатулочки античной в виде фигурки человека. Рядышком можно увидеть антропоморфные амулеты, очень популярные и в древности, и в эпоху Средневековья. И всё это только часть добычи чёрных копателей. Исторические ценности попали в музей, а не на рынок, благодаря усилиям правоохранителей. Доподлинно возраст каждой вещи пока не установлен. Специалисты поясняют, когда были нарушены исторические слои грунта, о копателе из народа, о технологии не думают. Сложно определить, к какому веку относится предмет. Поэтому большую часть артефактов отправят на научную экспертизу. Изъяли всё это богатство у жителей Услабинского района, которые стали фигурантами уголовных дел. Результатом расследования которых стало привлечение к уголовной ответственности 11 человек, которым назначены различные наказания, в том числе в виде реального лишения свободы. Изъятие и обращение в доход государства более 2000 артефактов, относящихся к периоду с 3 века до н.э. по 10 век н.э., в том числе и миотской культуры. И как говорят сотрудники ФСБ, это не тот случай, когда грабить историю заставляет нужда. Хороший металлоискатель стоит от 400 тысяч рублей. Так что надавить на жалость у преступников не получилось. Даже маленькая монетка может пролить свет на большую историческую тайну. И просто мороз по коже от того, что её могли продать за бесценок или сдать металлолом. И мы бы так и не узнали что-то новое. Так что очень здорово, что исторические ценности становятся музейными экспонатами и помогают узнать больше о наших предках. Дарья Безинская, Антон Чернышев, телекомпания Краснодар.